Националистическая партия «Истинные финны» в лице лидера своего молодежного движения потребовала вернуть Карелию в состав страны Суоми. Параллельно в западной и японской прессе прошли вбросы, что якобы вопрос с Курильскими островами будет решен. Ну, как вы понимаете, в чью пользу, наверное, вы уже догадались. Вот что же это такое? Откуда все эти поползновения на Россию? Откуда взялись эти претензии у наших соседей к нашей российской территории? Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, у нас в гостях. И давайте все-таки говорить предметно. Вот начнем с первой претензии. Первое, я имею в виду самые свежие истинные финны. Напомню, националистическая партия, которая входит в правящую коалицию в Финляндии. Вроде бы евроскептики, кстати, как и мы. И вот на тебе требуют, значит, Карелию им подавай. Я бы на такие заявления вообще не обращал внимания. Никаких официальных претензий со стороны Финляндии в наш адрес нет. Слава Богу. Слава Богу, кстати говоря, что Хрущев Карелию в РСФСР включил. Ну, мы об этом обязательно говорим. Она же была союзной республикой. Называлась Карело-Финская. Тоже сейчас была бы независимым государством. А так, ну, какой-то парень что-то сказал. В данном случае это, ну, скорее иллюстрация, я бы сказал, не какой-то специфически российской ситуации. А вот возьмем Европу через полосица государств. Сложная история. Территории переходили из рук в руки. Но большая часть европейских стран имеет взаимные территориальные претензии. Ну, например, самое известное там Венгрия, да, ее сильно... Восточная Европа вообще просто клубок, да, с точки зрения противоречий. Мы должны рассматривать эту ситуацию взаимных претензий, часто неофициальных, реже официальных. Не как исключение, что-то из ряда воно выходящее, а как норму в рамках исторического процесса. Имеют ли какие-либо моральные, исторические основания наши финские товарищи претендовать на Карелию? Да, вы знаете, говорить о моральных основаниях в территориальных спорах вообще последнее дело. Ну, давайте посмотрим, кто живет в Карелии. И в Карелии живет русское русскоязычное население. Там, по-моему, 80% русских живут. Конечно, конечно. Вот, собственно, и ответ. Кроме того, те, кто могут быть отмечены как принадлежащие к угрофинским народам, это тоже люди, как правило, говорящие и думающие по-русски, и являющиеся носителями русской культуры. Поэтому, если мы ответим, так сказать, для себя на вопрос о критерии, помимо официальной принадлежности, причастности той или иной территории к нашей стране, то одним из главных таких критериев будет преобладание русской культуры на соответствующей территории. Ну, и нельзя забывать, что со всеми этими претензиями Финляндии она во Вторую мировую, извините, поддержала Гитлера и участвовала в блокаде Ленинграда. Поэтому, ну, вообще, чья бы корова мычала. Совершенно верно, да. Итоги Второй мировой войны никто не списывал, и в этом смысле надо за них держаться. И справедливо говорил и наш, так сказать, и президент о том, что если вы хотите открыть ящик Пандоры с точки зрения пересмотра территориальных решений, принятых по итогам Второй мировой войны, то пострадавших в этом процессе будет довольно много. Вот, смотрите, есть страны Прибалтики, которые претендуют на наши территории на том основании, что когда они возникли, соответственно, Эстония, Литва, Латвия, то им эти территории принадлежали. Когда, соответственно, были первые мирные договоры этих стран с Советским Союзом. Это там, соответственно, 19, 20, 21 год. Кстати, почти ровно 100 лет назад. И конкретно Эстония претендует на Ивангород, и небольшой кусочек территории вокруг него. Латвия претендует на Калининград. И, соответственно, Литва претендует на Пыталовский район. Вот, имеют ли эти претензии историческое основание? Ну, историческое основание единственное только то, что действительно большевики в какой-то момент пошли на передачу этих территорий, и уже... В условиях, когда страна была ослаблена. В условиях, когда страна была ослаблена, в условиях, когда и Польша перешли значительные части территории, которые потом, тоже после 1939 года, были возвращены назад. Поэтому, в общем, с таким же успехом можно и на Брестский мир ссылаться в отношениях с Германией, ссылаться на Брестский мир, что это все наше. Поэтому, конечно, это все очень условно. Но это государство, которое, если вот есть хоть какое-то основание предъявить хоть какую-то претензию, конечно, такими основаниями не... Да-да, они еще уровень оккупации, там, на триллионы, люди почитывают. Все эти фабрики, железные дороги, которые построены. Да-да, политика памяти, историческая политика с максимальным количеством претензий – это главный бизнес прибалтийских государств. Значит, надо сказать, здесь они, можно сказать, проходят, прошли уже хорошую школу у поляков, которые являются магистрами, так сказать, такими мастерами по политике памяти, исторической памяти, политики, основанной на претензиях, так сказать, к соседям и, прежде всего, к России. Вот, если мы говорим об Украине, то большой договор уходит в прошлое... О дружбе, от 90-х... Да-да-да. И Украина является всерьез и надолго антироссийским геополитическим образованием, чем главным смыслом существования является именно противодействие, противостояние России. Раз уж Вы заговорили о Украине, вот эти претензии её на Кубань и Орловщину, и даже на Воронеж, на части Ростовской области, они правомерны? Потому что, ну, например, там тоже на Суржике говорят, какие по-другую сторону границы. Правомерно ли само геополитическое государственное образование Украины в его нынешних границах? На мой взгляд, мы можем и должны ответить отрицательно на этот вопрос. Я абсолютно не сторонник того, чтобы мечтать о Киеве или, тем более, Галиции. Да, там танки нас в грудь посылали. Да, абсолютно, абсолютно не сторонник. Но вот те территории, на которых сохранилось преобладание русского языка, русской культуры, и прежде всего их жители, их сердца, их умы являются ареной противоборства. И это противоборство происходит прежде всего на арене политики памяти, на арене исторической политики. И вот на уровне исторической политики мы должны всячески продвигать представление о единстве русской истории и о временности, промежуточности, искусственности существования Украины в ее нынешних границах. Самая главная претензия Украины – это Крым. И даже если победит Порошенко, не Порошенко, Тимошенко, кто угодно, очевидно, что они от этих претензий не откажутся. Вот как этот территориальный спор с Киевом все-таки решать? – Территориальная проблема, территориальный спор по поводу Крыма может быть решен только в одном случае – в случае переучреждения Украины как государства. То есть в случае, если Украина распадается и собирается заново на новых основаниях. Возможно, в новом составе… – После Второй мировой там ФРГ и ГДР, с другим названием. – Возможно, в других границах, совершенно точно, с другой конституционной конструкцией, территориальной конструкцией. Вот в случае такой пересборки переучреждения проблема может быть решена. В иных случаях она будет висеть, конечно. – Но Вы все-таки говорите о достаточно гипотетических вещах, а вот сейчас-то что делать? – Надо, ну, как сказать, спокойно относиться к ситуациям непризнанных территорий. Это норма, это историческая норма, это нормально. Израиль существует в этой ситуации постоянно, с момента своего рождения, условно говоря. Ничего страшного, в ситуации, когда кто-то что-то не признает – нет. Ну, те же самые, действительно, прибалтийские республики, они считают вопрос о территориальном размежевании незакрытым с Российской Федерацией. Та же самая Япония считает вопрос о территориальном размежевании незакрытым. – Вот о Японии мы поговорим в следующем блоке. У нас на линии президента Института национальной стратегии Михаила Ремезов. Оставайтесь с нами, потому что дальше мы поговорим о том, как же нам решить проблему Курильских островов, не отдавая их Японии и оставляя эту с кровью завоеванную территорию под юрисдикцией России. Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с президентом Института национальной стратегии Михаила Ремезовым о территориальных претензиях, которые соседи России к нам выдвигаются. И вот раз уж мы движемся по кругу, обсудили Финляндию, Прибалтику, Украину, вот смотрите, дальше есть Турция. Да, формально Реджеп Тейп Эрдоган наш лучший друг, турецкий поток вместе с нашим президентом открывает. Но там есть еще кое-кто, это пантюркисты, которые не просят возродить Османскую империю, в которую, как известно, входил и Причерноморье, и Крым, и Черкесия, и другие территории. И Крым, кстати, Эрдоган, наш любимый и дорогой партнер, не признает. Вот что нам с таким дорогим партнером делать? Ну, конечно, прежде всего, не питать иллюзий. Турция важна, особенно в том геополитическом раскладе, который сложился вокруг Сирии. И если Россия сейчас активно вовлечена в дела на Ближнем и Среднем Востоке, то, ну, как минимум, иметь открытый конфликт с Турцией очень невыгодно, как максимум, лучше иметь рабочие и партнерские отношения. Это не дружба, это не союз, это именно, ну, скажем так, поддержание рабочих отношений, сохранение способности к партнерству при наличии большого количества разногласий и политических, и экономических, и исторических. Самая, конечно, болезненная претензия, существующая уже больше 60 лет, это Япония и южная часть Курильских островов, это Шикотан, Нашир и Турупи, группа островов Хабамая. Как, вопрос очень простой, что нам делать, как реагировать? Для начала сказать себе, что это не наша проблема. Нет ничего страшного в отсутствии мирного договора с Японией. Вообще совсем ничего страшного. Отсутствие такого договора не создает никаких неприемных политических, экономических, военных рисков на сегодня. Может быть, мы упускаем какие-то колоссальные возможности с точки зрения инвестиций. На самом деле территориальные разногласия между Японией и Китаем не помешали японцам активно поучаствовать в китайском экономическом чуде. Во-первых, потому что это было им выгодно, это был растущий рынок. Но это у нас с островами Сикаку, по-моему, разногласия были просто... Я бы поясняю. И мне никуда не делись. А во-вторых, потому что на это было решение, так сказать, или какой-то зеленый свет, или косвенное согласие Соединенных Штатов, как ключевого стратегического, так сказать, партнера и патрона для Японии, я боюсь, что ни того, ни другого фактора в нашем случае нет. Ни атмосферы экономического бума, ни отмашки со стороны Соединенных Штатов на то, что вкладывайте, развивайте. И самое главное, думать, что из какого-то, ну, скажем так, дипотетического, отсутствующего в большой политике истории чувства благодарности может случиться невероятный инвестиционный бум, ни на чем, а не основанное предположение. Кроме того, даже и чувства благодарности-то не будет. Есть опросы, согласно которым даже полное решение вопроса о северных территориях, если говорить на языке, так сказать, на политическом языке японцев, не улучшит кардинальное отношение к России. Что же касается решения вопроса, значит, на принципы декларации 1956 года, который, кстати, Крущев подписал... Да, то это будет воспринято как жалкая и оскорбительная подачка, значит, в значительной части японского общества, и может вызвать не то, что не вызвать благодарность, а вызвать еще и раздражение дополнительное. То есть мы совершенно точно теряем, можно отдельно поговорить, что именно, и при этом ничего не приобретаем, кроме репутационных потерь в Восточной Азии. Потому что на это все еще будут смотреть Китай и другие восточно-азиатские державы, где такое проявление слабости может быть воспринято, так сказать, как плохой для России сигнал. Ну, то есть, в принципе, поскольку очевидно, что Япония никогда не откажется от этих претензий, то нам... На мой взгляд, с точки зрения здравого смысла, у нас есть два варианта. Продолжать бесконечный диалог. Ну, дипломатия – это не только искусство вскрывать свои мысли посредством слов, но и искусство поддерживать процессы, которые ни при каких обстоятельствах не должны привести к результатам. Вот эту разновидность дипломатического искусства в данном случае уместно применить. Второй вариант – заявить о том, что обстоятельства после декларации 1956 года в корне изменились. Ну, да, тем более государство, которое подписало эту декларацию, больше нет. Это действительно так. Во-первых, в 60-м году был заключен военный союз, Япония и США вышли на новый уровень. Это изменило абсолютно контекст, в котором Хрущев с японцами что-то подписывал. Во-вторых, конвенция по морскому праву 1982 года, она ввела такие категории, как исключительно экономическая зона, континентальный шельф и качественно повысила ценность вот такого рода небольших островных территорий. Но, кстати, единственный глубоководный проход из Охотского моря в Тихий океан, он как раз там через Южные Курилы идет, то есть это действительно стратегическое. Стратегически значимое для Ахотянского флота. Наш авианосец, по сути, у берегов наших друзей в Калычку. Да, совершенно верно. Никаких железобетонных гарантий по поводу неразмещения объекта инфраструктуры военной, американской, хоть и не американской, японской, не может быть. В этом случае промысел, биоресурсы морские, вот это вот с экономической точки зрения главная ценность этих акваторий, если вынести на скобки даже стратегические соображения. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов у нас в гостях. Обсуждаем мы территориальные претензии наших соседей к России. Если просто спросить любого человека, а как нам реагировать на такие выпады, то он скажет, реагируйте жестко. Но, смотрите, вот жесткая реакция, там, США постоянно жестко реагируют, ногами топают, санкции вводят, Евросоюз тоже санкции обещает ввести, там, даже после нашей блокировки этих трех украинских суденышек несчастных. Но принадлежность Крыма России это никак не умаляет. И теперь уже у нас внутри говорят, да вот нам, да нам надо жестко реагировать. Но получается, что жесткая реакция это инструмент нерабочий или нет? Почему рабочий? Если мы посмотрим на санкции, то, скажем так, там может быть две цели, повлиять на изменение политики и наказать. Вот повлиять на изменение политики, ставим знак вопроса. По Крыму повлиять не повлияли, я надеюсь не повлияют. А вот, скажем, уже по политике на Донбассе, может быть, и повлияли. Если не, так сказать, уже принятые санкции, то угрозу новых санкций. Вспомним колебания в Москве по поводу... Ну да, брать ли Мариуполь в августе 4-м штата. Или даже еще до того, как отнестись к референдуму на Донбассе. Явно были колебания, явно... 11 мая. Да, и явно было политическое давление из-за океана, из Западной Европы и так далее. Поэтому нельзя сказать, что санкция неэффективная. Но главное здесь не жесткость. Главное это, ну, скажем так, длинная воля. Вот все такого рода территориальные конфликты, они требуют длинной воли. И от тех, кто хочет оспорить статус-кво, и от тех, кто хочет сохранить статус-кво. Никто, на самом деле, не думает, что вот прямо здесь и сейчас крымская проблема будет решена России в пользу Украины. Россия пересмотрит свою точку зрения. Но исходит из того, что, возможно, на протяжении десятилетий возникнут обстоятельства, которые позволят решить эту проблему определенным образом. И те страны, которые даже не имея вот здесь и сейчас реальных, реалистичных шансов на решение своих территориальных задач, постоянно о них напоминают, они играют в долгую. Вот вы, Михаил Ремезов, говорите, что санкции, особенно экономические, работают. Но вот я не знаю. Ну, например, мы запретили Боржоми грузинский импортировать там, чуть ли не визовый режим с Грузией ввели. И что Грузия, как называла Абхазию и Южную Осетию оккупированными, так и называют? Ну, в целом, наше экономическое давление на Грузию было достаточно эффективным. Посмотрите, сегодня Грузия уже не выполняет на международной арене ту роль антироссийского трикстера-провокатора, которую она играла при Саакашвили, в том числе и после войны 2008 года. Эта роль перешла к Украине, но и грузинское руководство новое не спешит оспаривать эти лавры. У нас действует асимметричный визовый режим с Грузией. Российские граждане могут ездить туда без виз, а в России по-прежнему нужны визы. В общем, много усилий, в том числе по такой политической нормализации, снятию накала враждебности, приложило грузинское руководство, чтобы вернуть выход грузинскому вину и другим продуктам на российские рынки. Спасибо. У нас на линии президента Института национальной стратегии Михаила Ремезов. Обсуждали мы территориальные претензии наших соседей к России и решили, что в каждом случае реакция должна быть своя, но она должна быть... Слушайте радио «Комсомольская правда», оставайтесь на линии, и о новых русских победах вы узнаете первыми. С вами был Эдвард Чесноков. Продолжение следует...